Доброго времени суток, уважаемые товарищи! Зовут меня Перпетум Ильжи Александр, и я живу в самой прекрасной стране. Нет, в самой прекрасной империи на планете Земля. У нас ведь действительно империя, учитывая количество захваченных земель и их положение на планете. Они есть и в Азии, и на Востоке, и в Европе, и где их только нету. И я приглашаю вас переехать в мою империю, ведь я очень добрый правитель и делаю всё для своих граждан. Правда, мои граждане немного устали от бесконечных войн, я их понимаю, но понять я их не собираюсь. Не хочу. Но придётся мне с этим смириться. Не могу же я силой их отправлять на фронт. Поэтому мы будем расширять нашу империю несколько иным способом. Либо с помощью дипломатии, либо с помощью денег, друзья. Ведь экономическая мощь наша тоже уже очень сильно зашкаливает. Я сперва попробую купить какие-нибудь провинции. Если не получится, попробую закинуть ультиматум. Мне сказали в комментах, что это действенный способ, и сегодня я попытаюсь его затестить. И давайте мы это сделаем, например, на примере с Македонией, да? Так, с дипломатия. Оу, отправить ультиматум. Отношения должны быть хуже десяти. Только тогда можно отправить ультиматум. Хорошо, давайте тогда кинем торговый запрос. Сейчас я сделаю так. Скажу, у меня есть золото. А ты, Македония, будь добра, дай-ка мне провинции свои. Вот эти вот, да? Угу. Так, я выбрал, да? Так, стоп, выбрать. Ну? Отметить. Выбрать. Стоп. Я же выбираю. Как? Вот, так, сохранить, да. Выбираю три провинции. Наконец-то у меня это получилось. Я говорю, Македония, у меня для вас есть сюрприз в виде трехсот тысяч денег. У вас такой суммы никогда не было и не будет. Продайте мне свои три провинции, и все будет здорово. Предложение отправлено, и давайте посмотрим, как Македония на это отреагирует. Македония сказала нет. Жаль, по-моему, сто тысяч денег за одну провинцию, это офигенная сумма. Да, у Македонии осталась бы только одна провинция, один крупный город, но зато сколько можно было бы инвестировать в это? Представьте, и они бы зажили просто как арабские шейхи. Арабские Эмираты тоже небольшие, но живут они четко. Так, это что еще такое? Это что такое? Это что такое? Это Албания. Откуда здесь Албания? Я думал, Албании уже давно нету. Ну ладно, мои земли-то она не захватывала. Нет. В общем, переживать нет смысла. Давайте посмотрим тогда, друзья мои, с кем у нас отношения плохие и кому можно бросить ультиматум. Так, Саудовская Аравия, Мадагаскар, Российская Федерация, Египет, Камерун, Пакистану можно попробовать, Венесуэле, Кубе, черт, Мексике. Но это крупные страны, вряд ли они согласятся на ультиматум. Ну давайте попробуем с Афганистаном что-то придумать. Так, где находится наш Афганистан? Где-то должен быть здесь он, да? Афганистан. Вот Афганистан. Хорошо. Давайте кинем им ультиматум. Отношения у нас с ним, подождите. Мнение минус 5. Должны быть хуже. Тогда будем его оскорблять. Отправляем оскорбление, да. Вот так. 50 ходов. Так, соотношения сейчас... О, сразу минус 13. Отлично. Прекрасно. Давайте тогда отправим им ультиматум. Посмотрим, что из этого получится. Потребовать вассализацию? Ну, типа, зачем мне вассал Афганистан? Я не знаю. Требовать военный доступ. Потребовать провинции. Вот что я хочу, да. Потребуем вот эти провинции. Пол Афганистана я хочу себе забрать. Такс. Да, требуем 10 провинций. Отправляем ультиматум. Или 0 единиц войск вторгнется. Или 0 единиц войск вторгнется. Черт. Так у меня... Мне в любом случае нужно содержать, получается, армию для того, чтобы отправлять ультиматум. Хотя, я вот что думаю. Если у нас будет армия, мы ведь не будем ни с кем боевать. Мы просто содержим огромную армию. Да? И, как бы, военная усталость не будет накапливаться. Хорошо. Давайте тогда так и поступим. Так мы и сделаем. Сколько нужно собрать войск, чтобы Афганистан сказал, окей, я не хочу с вами связываться? Я не знаю. Ну, просто накидаем рандомно вот так. Мы их сразу же распустим. На войну отправлять мы их не собираемся. Просто собираем огромную армию для устрашения. И надо будет тогда налоги поднять и уменьшить блага, чтобы все это дело содержать и не уходить в минус. А продолжать накапливать огромный капитал. Ну, жесть. Это очень огромное войско, друзья. В Белграде еще... Ой-ой-ой-ой. Черт. Мне кажется, Афганистан точно скажет. Ну, вас нафиг. Хотя, это же Афганистан. И Афганистан не привык с кем-либо дружить. В Афганистане серьезные ребята живут. Гордые и независимые люди. Поэтому я даже и не знаю. В Варшаве можно нанять 14 тысяч бойцов. Так, в итоге у нас реально огромное войско. И огромные расходы. А где деньги? Черт, я все потратил на найм армии. Это же тоже требует денег. Черт. Вот тебе и на. Такое большое войско стоит дорого, да? Да, сейчас найм войск стоит безумных денег. Это факт. Хорошо. Давайте что-то наколдуем с бюджетом. Увеличим налоги. Уменьшим инвестиции пока. Ну и сразу все становится хорошо. Сразу появляются деньги. Великолепно. Так, Афганистан. Вот теперь мы можем с тобой поговорить. Давай. Дипломатия. Отправляем ультиматум. Требуем провинции. Вот эти хочу провинции себе забрать. Они вроде бы не особо важны для Афганистана. Ну, такой вот кусок выглядит красиво. Мне он пригодится. Хорошо. Требуем также 10 провинций. Отправляем или 0 единиц войск вторгнуться. 132 тысячи единиц войск вторгнуться. Что? Афганистан отказался принять наш ультиматум. Ну, окей. Окей. Ну, ладно. Ладно. Дипломатический. А, это Афганистан. Хорошо. Давайте посмотрим, у кого... С кем у нас еще не очень хорошие отношения. И попробуем найти кого-нибудь, кого можно запугать. Вологду, может быть. Соединенные Штаты Америки явно не получится. Вологда. Какое у нас отношение? Давайте отправить оскорбление. Так, с минус 9, минус 9, минус 9. Хочу еще, эй. Все, минус 17. Отлично. Теперь отправляем ультиматум. Дофига войск вторгнется, если вы не отдадите мне хотя бы вот так. Три провинции. Сохранить. Отправляем ультиматум и... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Сработало, прикиньте. Блин, это реально работает. Офигеть. Черт побери, это офигенно. Так-с. Может быть получится вообще всю Вологду забрать себе? А, у нас мир, да? До 3 февраля. 29 ходов. Ну, окей, посмотрим. С кем еще можно договориться? Турция, быть может. Но Турция жесткая, вряд ли захотят. А вот, кстати, и Греция, друзья. Вот с Грецией я бы пообщался. О, это НАТО, да? Извини, Греция, я ошибся номером. Хе-хе-хе. Нет, с тобой не получится. А вот с Македонией вполне возможно сработает. Так-с, нужно больше оскорблений. Еще оскорбления для Македонии. Готово. Отправить ультиматум. Потребовать провинции. Ну, все-то я забрать, наверное, не могу, да? Потому что они же не могут отдать мне всю страну под угрозой вторжения. А хотя давайте попробуем. А вдруг получится всю страну забрать? Иначе войско, 132 тысячи человек, вторгнется и разграбит ваши земли. Блин, это работает, они согласились. Черт. Новый способ завоевания земель открыт. Это с ума сойти можно? Ну и давайте сразу же ассимилируем, чтобы не было проблем в дальнейшем. Вологду, все новые города. Отлично. Ассимиляция пошла. С Вологдой тоже все ассимилируется. Хотя нет, не все почему-то. Сколько белорусов тут? А тут большинство белорусов, да? Нормально. Хорошо. Хорошо. Какие страны у нас еще есть? Ханты-Мансийск. Почему бы не договориться с Ханты-Мансийском? У нас офигенные с ним отношения. Но мы можем отправить оскорбление. Раз. Можно еще раз. Какой-то здесь баг. Видите, я могу бесконечно отправлять за раз оскорбление. И всегда отношения будут ухудшаться. Это странно. Обычно такое должно происходить после завершения хода. Но это работает. Да, у Ханты-Мансийска просто офигенная территория. И я очень хочу ее получить. Блин, политически захватывать страны не так, конечно, весело, как военным путем. Но зато суперэффективно. Потребуем провинции. Какие? Ну, вряд ли весь Ханты-Мансийск захотит ко мне подсоединиться, подключиться. А хотя попробуем. Чем черт не шутит? А вдруг сработает? Отправляем. Что? А что я не могу все? Очков хода нету, блин. Ладно, сейчас должно сработать. Отправить ультиматум. Потребовать провинции. Такс. Мне, конечно, не особо хочется Ханты-Мансийск трогать, потому что это новое независимое государство. Свежее, да, молодое. Но понимаете, когда рядом Белорусская империя, нельзя создавать государство. Бэдээмс! Охренеть! Это работает! С ума сойти! Можно! Просто безумие, друзья. Посмотрите, как мы разрослись. К тому же Ханты-Мансиск имел очень огромную площадь, и она теперь наша. Осталось все это дело грамотно ассимилировать, чтобы не было восстания. Офигеть, я просто сумасшедший, это работает. Друзья, я не думал, что это настолько эффективно. Так, очков хода не хватает, давайте продолжаем ассимиляцию лютую. Денег мне не жалко, но такое важное дело. А тут почему ассимиляции нет? Ну, потому что большинство белорусов и так, да, мы давно ассимилировали. Ох, зашибустер, друзья мои, зашибулечка. Ну что, с кем мы еще можем провернуть такую же схему? С Томском, ну, вряд ли Томск испугается, потому что, ну, потому что войско мое находится далеко. Да, но с другой стороны, блин, это же супер офигенная территория, прямо в центре Китайской империи. Она нам бы очень пригодилась, и к тому же, смотрите, они и так имеют плохие отношения. Давайте отправим ультиматум провинции хочу все, иначе мы придем и будем грабить ваших женщин, ваших детей, и дядей, и детей, и всех, короче. Мы ограбим, так что давайте. По-быстрому, чопка. Это сработало. Это, 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 это сработало. Это сработало. Безумие. Я не могу нарадоваться. И люди ведь не будут жаловаться, что я занимаюсь аннексированием такого количества стран, и как бы все, все отлично. Так, военная усталость. Падает, постепенно падает. А мы скоро по количеству людей перепрыгнем Китайскую Народную Республику, друзья. И тогда можно будет развязать масштабную войну в Азии. Ух, и это будет эпично. Мы нападем с Востока, мы нападем с Дальнего Востока, с Ближнего Востока, с центра Китайской Народной Республики. Отовсюду полезут наши войска, и это будет тлах-бабах. Так, это будет жестко. Мне бы еще территорию Афганистана получить, конечно, очень бы хотелось. Почему они не хотят идти на ультиматума? Потребуем провинции еще раз. Афганистан, давай. Хотя бы парочку провинций. Мне много не нужно сохранить. Давай. Будьте разумным. Не хотит. Не хотит Афганистан ни в какую. Почему? Блин, мне это не нравится. Я хочу забрать Афганистан себе. Ладно, мы попробуем еще раз. Потребуем хотя бы пять провинций, да? Даже вот так. Да, пять провинций. Хорошо. Это не так много. Войска у нас готова огромное для вторжения. Нет, ни в какую не соглашаются они. Хорошо. Может быть Узбекистан тогда? И потом с Узбекистана проведем вторжение в Афганистан. План неплохой. Что у нас по отношениям с Узбекистан? Почему же вы нас так не любите? Ну, я их как бы за руки и за язык не тянул. Не говорил, что нужно со мной отношения ухудшать. Поэтому, извините, сделаем так. Вряд ли они, конечно, захотят всю территорию мне отдавать. Но хотя бы вот такой огромный кусочек я попробую отжать. Давай. Отправляем ультиматум. Не согласились. Еще раз. Мне нужен плацдарм для вторжения. Хотя бы вот так давайте. Отправить ультиматум. Нет. Что-то мне подсказывает, что у нас недостаточно большое войско, чтобы нас боялись. Поэтому предлагаю провести очередной набор в армию. Усилим наши войска. И думаю, тогда нас будут бояться гораздо больше. 1200. Если у нас будет армия, вряд ли кто-то нам будет возражать. Вряд ли. Я бы не стал возражать государству, у которого такая огромная армия. Возможно, одна из самых больших, если не самая большая армия в мире действующая. Так, ну, сколько мы наняли, уже я не знаю, но нормально. Пропускаем ход и снова обращаемся к благоразумию Узбекистана. Ребята, ну будьте мудрыми. 225 тысяч молодых бойцов с наилучшим вооружением, готовых идти и проливать кровь за свою империю. Так что давайте мы не будем выпендриваться в Узбекистан, а просто присоединим свои территории ко мне. Сохранить. Отправляем ультиматумы. И другое дело. О, другое дело, Узбекистан. Надо было все забирать. Ну, ладно, это тоже неплохо. Давайте сразу ассимилируем. Красивенько, четенько. Ну и Афганистану скоро придется не сладко. Так, когда у нас появится большое население в Узбекистане, мы нападем на Афганистан. Хотя, может быть, Афганистан все-таки передумает. Афганистан, у вас есть шансы? Так, доход от производства увеличим. Есть у вас шансы Афганистан? Согласиться. Так, с дипломатия. Отправить ультиматум. Смотрите, сколько у нас воинов. Потребуем провинции. Хотя бы полстраны надо бы забирать у них. Вот так. Сохранить. Не в какую. А, погодите, подождите. Они же даже не выскочили на бляшке, что они не согласны. Ну-ка, сохранить. Отправили. Нет, не хотят. Очень гордый народ. Очень гордые. Не в какую. Значит, будем готовиться постепенно к войне с Афганистанами. Ну, и надо бы найти себе еще одну жертву. Пожалуй. Где бы ее найти? Где ее удобнее всего найти? Оба-на, Японии больше нет, походу. Китай ее пол... А нет, есть еще участки Японии. Оба-на. Можно кусочек Японии забрать. Блин, мне, конечно, Япония нравится. И отношения у нас хорошие. Но, извините, японцы. Вы сами понимаете, что я хочу забрать хотя бы половину еще вашей страны. Я и тогда хотел это сделать, но вы мне не дали. Война с Индией помешала очень сильно. Такс. Готово. Достаточно оскоробили. Отправляем ультиматум. Армия у нас большая. Хочу вот эти земли себе. По-моему, и так я много требую. Остановимся вот на этом. Такс. Не хотят. Ну, вы подписали себе приговор. Вы сами это должны понимать. Вы сами должны это понимать. Ну и, друзья, на этом мы пока с вами остановимся. Сегодня мы занимались исключительно политикой, устрашением и запугиванием. Наверное, так. У нас есть огромная армия, и я в любой момент готов отправить ее на фронт. 225 тысяч бойцов. Усталость военная, конечно, у нас огромная. Но, блин. Что, я зря, что ли, такую армию собирал? Может, в Турции повоевать? Не знаю. Может, в США? Москву, наконец-таки, освободить? Посмотрим. Пишите, предлагайте свои варианты. Мы обязательно что-нибудь придумаем и к чему-нибудь придем. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы.